Сегодня в Светлогорском районе наличилось около 700 индивидуальных предпринимателей в лютой працанной деятельности. А життянули только около 10% из них. А тому зараз предпринимаются меры, как у сокровиков люди в России вышли на работу. Если не все 100%, то минимум 90%. На Светлогорском рынке в этой дне не шматлюдно. Некоторые предприниматели чекают покупников, но значительная часть королевцев зачинены. Некто перерегистрировал свою справу в России. Некто занимается так званым «ханлем земли». Реализует то есть отдельно, без уплаты податков и у непростосованных для гандлю местах. А для переважного большинства ИП, чекая принятия решений, которые позволят одновить деятельность у рабочей группы, которая створена при Министерстве экономики, одразу три представники Светлогорского района. На суперинформации, которую можно увидеть в интернете, группа працует довольно напруженно, причем в тесном контакте как с предпринимальниками, так и с представниками органов державной улады. Об отмене от поведенных указов у размывания идеи. Зараз выпрацованы конкретные пропановы, при принятии этих повинны выражать проблемы малого бизнеса, починающие от уведения такого понятия, как микропартии. Едут, закупаются на 50 тысяч России, на 30 тысяч России, до 1000 евро. Если микропартия, то тогда не нужно будет такой полный пакет документов. То есть мы объясняем, что, понимаете, документы выдают, Российская Федерация выдаёт документ, когда ты приезжаешь и берёшь 50 блузок, 50 свитеров у одного поставщика. Мы этого не делаем. Значит, ИП в наших городах, они покупают 5 того, 5 того, 5 того. И у разных людей. Я щадно пропанова так званая амнистия документов. Размова об тем, что весь товар, який уведены до початку этого года, можно будет реализовать по старых правилах. Тем больше, что за всю заведенную продукцию предпринимательники заплатили 20% податку на добавленную вартость. До речи, у Держстандарте и Министерство по податках уже огучили информацию об тем, что до 1 липеня проверок индивидуальных предпринимательников не будет. Застанется мониторинг, а не без штрафных санкций. А про то, сегодня рабочая группа выпрацвала пропанову и отримание сертификатов на продукцию, которая набита в Межееврозийском экономическом союзе. Если выйдет новое постановление четырех министерств, там будет разрешено иметь копии сертификатов без синей печати. Мало того, можно вообще брать товар без сертификатов, написать в накладной его атрибуты. Номер сертификата, когда был выдан кем, легко просчитать. Мало того, планируется еще один интересный пункт. Предприниматель может сфотографировать этот сертификат, оригинал, на свой мобильный телефон. И это будет являться основанием доказательства, что товар прошел сертификацию. Но это при условии, если подпишут этот документ.